Всем привет, мои дорогие, меня зовут Саша Ковтуцкая, и сегодня будет влог 10 идей, чем заняться на карантине. О том, что мы будем снимать, я рассказывала в нашем инстаграме. Обычно я записывала в студии ивенты со словами «Не сидите дома», но, как вы уже поняли по названию этого видео, в этот раз дела обстоят иначе. Ивенты отправились на карантин, а вместе с ними и большая часть людей. Кто-то работает на удаленке, а кто-то и вовсе сейчас сидит дома без дела. А в четырех стенах по себе знают, тяжело найти занятия по душе. Поэтому, если вы уже навели генеральную уборку, посмотрели все новые серии любимого сериала, а вам все еще хочется хоть как-то разнообразить жизнь на самоизоляции, то сейчас я вам расскажу, как еще можно проводить время с пользой и нескучно. Идея номер один. Если вы давно хотели заняться спортом, то сейчас самое время. Например, девочки из студии «Намасте», которые занимаются йогой, на время изоляции проводят в 7 утра и в 8 вечера каждый день йогу онлайн в прямом эфире. Это безумно круто, потому что все это абсолютно бесплатно для всех. Все, что вам нужно, это поставить напоминание на телефоне и зайти вовремя в инстаграм. Вторая идея – онлайн-курсы или семинары, которые, кстати, тоже бесплатные. Это отличная возможность узнать что-то новое для себя. Я вот нашла несколько, которые интересны лично мне. Все ссылочки я оставлю для вас в описании, но можно и погуглить, этого тоже никто не отменял. Третий способ провести время с пользой – это устроить себе челлендж. Каждый день либо готовить новое блюдо. Лично я безумно обожаю изучать разные рецепты, но для этого вам нужно либо заказывать доставку еды на дом, либо выйти в магазин. Можно находить разные рецепты не только блюд, но и напитков. Кофе с кардамоном – это вот вообще божественно было. Еще можно выделить время для рисования, можно вести дневник, или же читать книгу, выделив на это определенное количество времени. Заняться хендмейдом и вообще всем, к чему только у вас лежит душа. Кстати, это все можно делать, объединив друзей, которым тоже это в кайф, и создать чат в телеграме, чтобы делиться успехами. Четвертая идея – посещать музеи онлайн. Есть огромное количество мировых музеев, которые можно разглядывать часами. О них я писала статью, так что ссылку прикреплю в описании под видео. Я, конечно, понимаю, что это далеко не то же самое, что увидеть Сикстинскую капеллу вживую, но зато можно словить вдохновение и помечтать о путешествиях. Кстати, в Одесском худмузее запустили 3D-тур, там есть не только экспозиции, которые представлены там сейчас, но и старые. Например, эксгумация, а значит, есть вероятность, что в скором времени появится и продолжение. Оно уже есть в самом музее, но пока посетить его нельзя. Называется выставка «Суворы и стильные», а еще на ютубе ОХМ есть видеоэкскурсии и лекции. Идея номер пять – заняться саморазвитием. Согласитесь, из-за работы мы очень часто элементарно не находим времени на то, чтобы подучить английский или вообще любой другой язык. А еще можно смотреть различные видеоуроки на ютубе на те темы, которые вас интересуют. И главное – без зазрения совести. Шестая идея – заняться, наконец-то, своим гардеробом. Я сама по себе знаю, как сложно мне дается подбор вещей. Можно, опять же, посмотреть разные видеоэкспертов, а затем приступить. Главное правило – выкидываем все ненужное. Можно сдать либо в контейнеры для сбора вещей, либо оставить, чтобы потом отдать нуждающимся. Но не оставляем то, что не носим. Отмазки «а вдруг понадобятся, вдруг найду повод» не канают, так что собирайтесь духом и хватит складировать хлам. Параллельно с этим можно подобрать несколько луков, которые покорят мир, когда вы все-таки выйдете из дома. Еще один вариант, как разнообразить свою самоизоляцию – театры и выступления онлайн. Кстати, Берлинская филармония открыла доступ к записям концертов по промокоду. А еще приложение BookMate ввело промокод на бесплатную премию на подписку на месяц, так что это тоже отличный шанс почитать ту книгу, о которой вы давно мечтали, но нигде не можете ее найти. Ссылки и промокоды – все-все будет внизу, как и ссылки на театры, так что готовьтесь. Восьмая идея – достаем настольные игры. Я обожаю монополию, шахты, шашки, но еще помимо них есть много других крутых игр, поэтому собирайтесь в кругу семьи после ужина, потому что современный мир, увы, забывает о таких важных вещах, как семейный досуг. А карантин – это отличный повод нагнать упущен. Идея номер девять – это перестановка в доме. Спланируйте себе пару дней на то, чтобы поменять интерьер. Может, вы хотите что-то убрать или наоборот добавить. Да, доставку на дом еще никто не отменял. Просто иногда смена атмосферы и обстановки играет очень большую роль. Переставьте кровать, поменяйте места, места лешницы, все что угодно, что поднимет вам настроение. И последняя, десятая идея – можно и даже полезно было бы составить список планов на то время, когда вы выйдете с карантина. Очень важно уметь расставлять приоритеты. Подумайте о своих жизненных целях. Оформите это либо в отдельном блокноте, либо на большом ватмане. А под каждой целью я советую написать пункты, что для ее достижения нужно сделать. На самом деле, самоизоляция – это отличный повод прислушаться к себе. Задуматься о том, что для вас действительно важно. И, пожалуйста, не паникуйте. Расценивайте это время как внеплановый отпуск. И, в первую очередь, время для себя. Ведь самое важное в нашей жизни – это мы сами. На этом все. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если да, ставьте лайки и оставляйте комментарии, что именно из этого списка вы будете делать. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok